Недавно у меня была встреча с интересным человеком, его зовут Виталий. Виталий, в случае если вы смотрите, привет, я надеюсь, наша встреча была вам полезной. Он достаточно богатый человек, очень умный человек. И вот он мне говорит, Андрей Андреевич, я никак не могу понять, почему у меня не получается в жизни увеличивать материальное благополучие, в чем основная моя проблема и так далее. Я ему задал несколько таких корреляционных, корректирующих вопросов, как я обычно это люблю делать. Я ему задал следующие вопросы. Первый вопрос звучал так, для чего мы зарабатываем деньги? Ответ был такой, ну для того, чтобы, ну и дальше, знаете, у каждого человека приблизительно одна и та же идея, чтобы дом купить, чтобы дети не голодали, чтобы иметь свободу. А я ему говорю, а что это такое в итоге? Может ли это все объединиться в одно слово? Какое это слово? Он говорит, это слово не знаю. Я говорю, давай я тебе это слово скажу. Это слово комфорт. То есть каждый человек ищет возможности комфорта. То есть человек стремится к комфорту. Вы представляете, все пути зарабатывания денег, там, что бы человек ни делал, он это делает ради комфорта. Комфорта своего внутреннего, комфорта своего тела, комфорта своей души, комфорта своей головы, не знаю, комфорта вокруг себя. То есть обычно все, что мы делаем, это все делается заради комфорта. И тут сразу же такая идея. Попробуем создать некую формулу. Смотрите, я работаю плюс я работаю равняется комфорт. Математически это можно условно выразить так. 3 плюс 2 равняется 5. А теперь условно мы делаем так. 5, что с одной стороны только в виде плюса, это я работаю плюс я работаю, равняется для комфорта, равняется комфорт. То есть 5, моя работа, равняется 5, мой комфорт. А теперь давайте их поменяем местами. Развернем их вверхтормашками. Что у нас получится? У нас получится комфорт равняется работаю. И что будет? Смотрите, как смешно это все выглядит. Смотрите, я работаю, чтобы зарабатывать деньги. А для чего я зарабатываю деньги? Чтобы получить комфорт. А теперь гипотетически предположим, что мы формулу поменяли вверхтормашками. И у нас получится 5 с другой стороны. А с правой стороны равняется 3 плюс 2. И вот что происходит. Допустим, 3 плюс 2 это 3000 долларов плюс 2000 долларов. А здесь много комфорта, который мы смогли получить за эти деньги. И сейчас смотрите. А в случае, если гипотетический человек начнет увеличивать свое состояние комфорта, и он начнет это делать, начиная из середины себя. То есть он начнет находить в середине себя состояние, при котором он перестанет злиться на окружающих людей, перестанет нервничать на окружающих людей и начнет находить комфорт. Не торопиться вставать, радовать себя тем, что там поел вкусно, не торопиться ругаться, находить возможности полежать, находить возможности отдыхать, слушать музыку приятную но не изматывать себя и получится вот что оказывается что тайная формула тех же денег может выглядеть так путем увеличения своего внутреннего и внешнего комфорта можно увеличить естественное поступление в нашу жизнь большого количества материального благополучия вот так именно поэтому я за то чтобы человек мог найти в себе состояние комфорта и перестал себя уничтожать и истязать как обычно это люди делают очень часто человек говорит мне некомфортно ходить я не хочу этим заниматься мне нет это неправильный путь он приведет к бедности потому что чем меньше комфорта тем меньше вам будут давать возможности зарабатывать потому что получается вы зарабатываете для того чтобы комфорт был таким образом и на комфорт необходимо тратиться для того чтобы комфортно чувствовала ваше тело